Сегодня пока еще мало людей, умеющих пользоваться внутренней своей энергией. 22 года назад наука впервые заинтересовалась феноменом Кулагина. На расстоянии могла она передвигать предметы, отклонять луч лазера. Могла заставить вращаться стрелку компаса. Ее без конца обследовали, проводили с ней эксперименты. И так как ничего не могли объяснить, обвиняли в шарлатанстве. А она по-прежнему являла чудеса. Это последняя съемка Нинели Сергеевны. Через неделю ее не станет. Вот этот эксперимент, который сейчас проводится, его смысл состоит в том, что Нинель Сергеевна в состоянии генерировать такие лучи, или такие создавать поля, которые нам сегодня неизвестны, потому что по отдельности, скажем, это можно, мы знаем. Но она создает, очевидно, комбинацию таких лучей или полей. Нинель Сергеевна делает ожог, то есть направляет свои лучи на руку или на шею, может быть, рецепиента. И таким образом воздействует на его кожу. На коже появится ожог, он будет постепенно появляться. Но вот то, что мы сейчас проделываем, что на дистанции, это осуществляет Нинель Сергеевна, это показывает, что она создает вот по полю или те лучи, о которых я говорил, потому что включенный в цепь амперметр показывает своей стрелкой движение. То есть пошел ток. А между тем цепь как бы разомкнута, потому что руки держит Нинель Сергеевна на дистанции. Мы имеем нить ацетатную. Вот я эту нить легонько натягиваю. Она не рвется никак, даже с сильным таким напряжением. Теперь Нинела Сергеевна приложит пальцы, а может она и с дистанции, и пройдет некоторое время, несколько секунд, может быть, минута. Эта ниточка, она подверглась воздействию облучения Нинели Сергеевны. И в процессе вот этого облучения, без всякого разогрева, Нинель Сергеевна деструктировала макромолекулярные цепи, из которых состоит вот полимер и в конечном итоге нить. И вот в результате ее вот этой дистанционной лучевой деструкции, в месте, где был сосредоточен пучок ее облучения, произошел разрыв пунктик в конечном итоге. По уровню, по силе вот этого эффекта, эффект Кулагиной я бы поставил рядом с эффектом Ури Геллера. Нинель Сергеевна способна оплавить поверхность определенной пластической массы. Либо оплавить ее, либо каким-то образом деструктировать. Я повторяю, что природа ее излучений неизвестна, к сожалению. А вот факт мы сейчас увидим. Значит, здесь она приложит пальцы, а может даже и с расстоянием, мы попробуем и так, и другим способом. И останется след от этих пальцев. То есть проведет прямо дактилоскопию, не прибегая никаким известным методам. Кроме известного только ей самой. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ